И о спорте. Трое дагестанских борцов вышли в финал Гран-при Иван Ярыгин. Турнир с участием более 250 борцов из 10 стран мира стартовал сегодня в Красноярске и продолжится еще три дня. Кто из наших вольников претендует на золотые медали, узнаем в сюжете Курбана Рагимова. Атакующий напор Рамиза Гамзатова дал результат в начале второго периода. Соперник не может продолжить схватку. Так Мухачис Хасавюрта стал первым финалистом Ярыгинского. Оспаривать золотую медаль ему предстоит с земляком Ахмедом Идрисовым. Чемпион мира среди молодежи самое сложное сопротивление встретил в схватке с другим хасавюртовцем Мусой Мехтихановым из школы братьев Сайдиевых. Между первым и вторым схватками у нас там в течение 15 минут уже вызвали его. Тяжело было и вторая схватка, и первая не так уж легкая схватка была. На основной мы настраивались, если честно сказать, на нашего друга Тускаева. И схватку он от первой до последней минуты провел, как бы поставил правильную схватку и выиграл со счетом 4-0. Конечно, нелегко борется каждому спортсмену здесь. То есть тяжело, и сказывается часовой пояс, который по нас, по дагестанцам бьется все-таки. Четыре часа разницы? Четыре часа разницы. Оба они друг друга хорошо знают, сборная Дагестана. Ну, повезло, может, и сильнее, кто сильным увезет, и получилось, что в финале. И финал тоже наш, магистранский. Тоже друг друга хорошо знают, они встречались сейчас в Махановском финале. Там 61 встречались? Да, здесь 61. Конечно, ожидаем. Всегда максималисты бывают, и тренера, и спортсмены. Первое место хочется. Я им обоим желаю завтра в финале удачи. Наши ребята. Пусть победы сильнейшие. Без ошибок свой путь к финалу прошел еще один борец из северной столицы республики. Абаз Гаджи Магомедов уверенно оправдывает статус главного фаворита в дивизионе до 61 килограмма. В схватке за первое место чемпион мира и Европы проэкзаменует таланта из Бурятии Федора Балтуева. Я всегда в нем уверен. Почему? Потому что он борется до конца. И у него, если 50% у него готовность, у него еще 50% есть характер, дух. Я думаю, что в ближайшем будущем мы его увидим на Олимпийских играх. И мы думаем, что в 65 уже попробуем его сейчас на чемпионате России. Без золота дагестанская сборная останется в категории до 70 килограммов. Здесь в центральной схватке дня Курбан Шираев одолел американца Джеймса Грина. Но в следующем круге уступил будущему финалисту Виктору Рассадину и теперь претендует только на бронзу. Первый день Ярыгинского сложился для команды неплохо, но ожидали большего, признается старший тренер Махмуд Магомедов. В 70, конечно, у нас были ребята, на кого мы ставили, а и Курбан Шираев, то, что травма или что-то такое, это никому не интересно. А если ты вышел, то уже проиграл. Высокую планку, когда задали, нас ждут больше медалей, не бронзовых, а именно золотых. Поэтому, я думаю, ребята постараются, выложат, не допустят таких ошибок, как допустили сегодня. И завтра, я думаю, хороший результат будет у нас еще. Имена первых триумфаторов Гран-при в Красноярске станут известны только завтра вечером. В этот же день в спор за путевки в финал вступят борцы следующих категорий до 65, 79 и 125 килограммов.